Хорошо, наши специалисты, прежде чем выйти, позвонят предварительно вам, естественно. Так, скажите, пожалуйста, возраст вашей мамы и есть ли у нее какие-то заболевания? Вот так с телефонных звонков и начинается утро. Здесь, в Центре соцобслуживания, принимают заявки и в течение суток назначают ответственных за ее исполнение волонтеров. Прежде всего, отрабатывают обращения от пожилых, ведь именно им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Здравствуйте, это волонтеры пришли. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Температура у меня нет, чувствуете себя нормально. Проходите, перешагивайте. Сегодня мобильная бригада приехала к пенсионерке, чтобы сделать уборку. Пожилая женщина чувствует себя хорошо. Но бывает и так, признаются добровольцы, что помогать приходится людям с признаками ОРВИ, гриппа, а также тем, у кого подтвержден ковид. Бойцов это не пугает, но из средств защиты мы увидели только маску и веру в собственные силы. Девочки, мне нужно, во-первых, пропылесосить и вымыть пол, по той простой причине, что у меня очень болят колени, а я просто не сгибаюсь. Генриетти Николаевне, 83, из дома лишний раз старается не выходить, да и силы уже не те. А близких рядом нет. Умер муж, умер кот, все родственники за пределами видимости. Поэтому для меня это очень необходимо. Очень. Кроме того, подбирают людей, которые способны на это. Не все люди способны делать добрые дела. Пенсионерка уже не в первый раз пользуется помощью волонтеров. Обычно просит купить лекарства, продукты или, как сегодня, помочь по дому. Именно такие просьбы от пожилых ежедневно отрабатывают волонтеры штаба по линии соцслужбы. Девочки, спасибо приогромное. Весь вопрос в том, что если бы не вы, то это было бы, это чистоты не было бы здесь. Спасибо. Спасибо вам, обращайтесь. Мы всегда рады к вам приходить. Тот волонтер, который откликнется первым, тот и выезжает на данный случай. Бывают интересные ситуации, когда волонтеры соперничают за случай, кто вперед выйдет или даже ссорится между собой. Пока обращений немного и волонтеров хватает. Но специалисты не исключают, что дальше просьб будет больше. И понадобится поддержка новых бойцов. Нуждающиеся и неравнодушные могут звонить на горячую линию. Мария Микшут, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...